Всем привет! В эфире универнью студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ на крупнейшей в мире конференции по педагогическому образованию. В Елабуге завершился международный фестиваль учителей. В лице имени Лобачевского КФУ прошло совещание директоров школы Казани. Целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей продолжает работу в Токио. На мероприятие прибыло более полутора тысяч ученых из 60 стран мира, в их числе российская делегация, которую возглавляет ректор КФУ Ильшат Гафуров. Подробнее о мероприятии смотрите далее. В Токио продолжает работу целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей. В этом году оно собрало более полутора тысяч ученых из 60 стран мира. Состав российской делегации возглавил ректор КФУ Ильшат Гафуров. На второй день работы конференции он представил коллегам доклад на английском языке, в котором затронул ключевые вопросы педагогического образования, актуальные для многих стран мира. Я сегодня нахожусь далеко от вас, в Японии, в Токио, где Международная ассоциация исследователей в области педагогического образования собрала большую конференцию для обсуждения реформ, которым подвергнуты системы образования в различных странах. Как известно, одно из важных отличий КФУ от специализированных педагогических вузов — это реализация различных моделей подготовки учителей, классическая и распределенная. Также стоит отметить, что Казанский университет с каждым годом улучшает свои позиции в международных рейтингах по направлению образования. Так, в предметном рейтинге The World University Ranking КФУ в мировом ранге занимает позицию 101-125 и входит в тройку лидеров среди российских вузов во всех других рейтингах. Накануне также состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского с руководителем отдела трансляционной геномики Рикен КФУ Олегом Гусевым, в ходе которой обсуждались дальнейшие перспективы совместной работы Рикена КФУ. Стоит напомнить, что Казанский федеральный университет имеет собственную лабораторию трансляционной геномики, расположенную в Японии в стенах Мирового научного центра Рикен. При этом необходимо понимать, что также Институт Рикен имеет свою лабораторию биофункциональной химии в стенах КФУ в Казани. Это так называемые зеркальные лаборатории. Институт физико-химических исследований, или сокращенно Рикен, это крупный научно-исследовательский институт в Японии. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Так, КФУ и Рикен совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в нашем вузе и комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области химии, медицины и генной инженерии. При этом отметим, что взрывной рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в КФУ. Лилия Талипова, Универньюс. Казанский университет провел в Елабуге 10-й международный фестиваль школьных учителей. Подробнее в нашем сюжете. В Елабужском институте КФУ торжественно завершился 10-й фестиваль школьных учителей. Педагогический форум отметил свой 10-й юбилей. Он включил в себя более 100 мастер-классов для 400 педагогов со всей республики. Огромное спасибо спонсору за то, что вы получили такую уникальную возможность присутствовать на вашем фестивале. Мы представляем не только учителей Беларуси, мы представляем Республиканский клуб «Хрустальный журавль». Это клуб, который объединяет победителей и участников конкурса вчителя года Республики Беларусь. Поэтому огромное спасибо за возможность участия, творческого участия, такого творческого потенциала и за то, что вы могли... А, за то, что вы можете вас пригласить к нам на Рождественский фестиваль. Для участников было организовано живое общение. Также перед гостями церемонии выступила директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Наша с вами задача все-таки больше уделять внимание, воспитанию, уважению к родной культуре. А поскольку мы живем в Татарстане, конечно, это удивительная возможность быть еще богаче, зная наш очень красивый татарский язык. Под аплодисменты благодарственными письмами были награждены зарубежные модераторы, модераторы из высших учебных заведений и ведущих школ России и модераторы Казанского федерального университета. Свои награды получили и победители фестивальных конкурсов. Айгуль Гемодеева, Универтньюз. КФУ посетил почетный консул Российской Федерации в Швейцарии. В ходе визита обсуждались перспективы сотрудничества в области фармацевтики. Подробности смотрите в следующем сюжете. 7 августа состоялся визит в Казанский федеральный университет почетного консула Российской Федерации в Швейцарии, собственника компании Fering Pharmaceuticals. Исследовательская деятельность и продукция компании связаны единой целью. Создавать специализированные препараты, способные бороться с различными заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал организма. Фредерик является почетным консулом Российской Федерации в Лозане. Вообще он ученый сам по образованию. Сейчас он еще и занимается бизнесом, филантроп, поддерживает разные проекты. Как бизнесмен, как владелец биофармацевтической компании, он заинтересован в налаживании и сотрудничестве с Казанским федеральным университетом в рамках разработки лекарственных препаратов, в рамках доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов. Руководство Казанского университета ознакомило гостя с научным потенциалом ВУЗа. В частности, была продемонстрирована инфраструктура Института фундаментальной медицины и биологии, а также нового научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, где сейчас заканчиваются ремонтные работы. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В августе 2012 года в столице Татарстана пройдет международный чемпионат WorldSkills. Одной из площадок для его проведения стал лицей имени Лобачевского КФУ. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. 7 августа в стенах лицея имени Лобачевского прошло совещание с директорами школ города Казани. Они же являются участниками проекта «One School, One Country». Данное мероприятие было организовано в рамках подготовки к проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Сегодня организационное мероприятие для руководителей школ, которые встречают делегации в рамках WorldSkills 2019, которая будет проходить в Казани. На базе этих школ будут проходить мероприятия «Одна страна, одна школа». И целый год все школы Казани готовятся к этому большому мероприятию. Наш лицей будет встречать делегации из Южной Кореи. Мы уже трижды встречались с представителями делегации и надеемся, что нашим гостям понравится. Лицей активно готовится к встрече с делегацией из Южной Кореи. Елена Скобельцина провела экскурсию для директоров по лицею, показала его основные достоинства, рассказала, как именно идет подготовка к встрече с делегацией. Делегатам мы продемонстрируем наши активности, которые являются сквозными по отношению к навыкам WorldSkills. Мы покажем им работу с кружками пресс-сублибации. Будем изготавливать кружки с эмблемой мероприятия. Мы покажем, как мы изготавливаем тюбетейки из бумаги. Мы покажем, как мы готовим национальную еду татарскую. Покажем видеоролики, которые мы изготавливаем, обо всем, о том, что происходит в лицее и связано так или иначе с WorldSkills. WorldSkills – это чемпионат мира по профессиональному мастерству. С 22 по 27 августа 2019 года он будет проходить в столице Татарстана. Адель Вафин, Александр Юдин, Универ Ньюз. Ученые КФУ работают над проектом, который обезопасит процесс внутрипластовой переработки нефти. Проект сократит ущерб окружающей среде. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Шесть проектов приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета поддержаны грантом Российского научного фонда. Грант предполагает финансирование сроком на три года с возможностью продления. Один из проектов направлен на исследование процессов окисления и разработку катализаторов внутрипластовой переработки. Метод способствует увеличению эффективности добычи тяжелой нефти. В эту скважину подается термогаз, то есть горячий воздух, который несколько подогревает нефть. При нагреве вещество изменяет свои свойства, соответственно, облегчается при определенных процессах. И таким образом уже данная легкая нефть добывается из скважины традиционным методом. Помимо эффективности данный метод является более безопасным для экологической среды. При применении традиционных методов добычи тяжелой металлы, находящейся под землей, существуют в виде солей. При добыче они могут быть вытеснены в подземную воду. При применении технологии внутрипластового горения данный металл переходит в форму оксидов. Они не оказывают столь пагубное воздействие, в отличие от солей. Таким образом можно проводить добычу не только эффективным способом, но также и более экологически безопасно. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok